В ночь на 25 сентября в аэропорту Шереметьево была задержана руководитель правозащитной организации Тонг-Жахани Валентина Чупик. ФСБ России вручила ей бумагу о запретении на въезд в страну до 2051 года на основании того, что она, по утверждению Федеральной службы безопасности, живёт по поддельным документам беженца. Валентина Чупик является главной защитницей всех трудовых мигрантов в России. Она много лет жила в Москве и оказывала бесплатную юридическую помощь приезжим из стран Азии, которые сталкивались с неправомерными действиями правоохранителей и другими проблемами. Практически любой мигрант из Узбекистана, Кыргызстана или Таджикистана знает её номер телефона. Сама Чупик родом из Узбекистана. Она была вынуждена бежать оттуда в 2005 году после кровавых событий в Индижане. Валентина тогда тоже пострадала. Её, по собственным словам, пытали сотрудники Службы национальной безопасности Каримовского режима. Приехав в Москву, женщина создала организацию помощи мигрантам. Коллеги-правозащитники полагают, что задержание – это месть за её активную гражданскую деятельность. Редакция газеты «Новая» считает, что единственным человеком, который сейчас способен помочь Валентине Чупик – это уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. ФСБ России пока официально не комментирует задержание Чупик. При этом местонахождение женщины и до сих пор неизвестно. А что думаете вы по поводу задержания Валентины Чупик? Напишите об этом в комментариях.